Насколько свято, братья и сестры, мы должны хранить в Сибири Господню, в Рам Господню. Насколько свято ходить перед Господом, влаговеть пред Ним. И если с такой осторожности мы храним свои жилища, выметаем, сморим, чистим, это лицо хозяевки дома. Такой не паче, Рам Господень, где обитает Господне Жилище Господне. Он не может обитать там, где есть нечистота. Он не может жить там, где проявляется какая-то нечестность или нечистость. И если Господь видит проявление нечистоты, Он непременно реагирует, оставляет. И, как следствие, непременно и наказание приходит, до одних завоевателей приходит, доходит того, что не разорять храм Господень. Народ старается и так-то сохранить, и ничего не получается, потому что сам Господь входит в конституции тех, кто не хранит верность. И в то же время, стоило только ли обратиться людям к Господу и взыскать Его. Из далеких стран приводит Господь народ свой. И хотя много трудностей приходится не встречать, никто не может остановить поверение Господне, созидать храм Господень из всех стран собирает Господь этот право, предпитает храм Господень, и опять ведет строительство, и опять освящение, и опять служит Господу. Они с ним честны. Понимать, что храм Божий, это каждый призна, каждый получивший дух и цитолог, храм Божий вы, дух Божий живет из вас. Господь не терпит ни какой нечистоты, потому что там Бог Свят, и грещи Его также должно быть не ты. И от крест Бога сказано страшное великолепие. Некоторые говорят, что а вот они грешат, и хорошо живут. Господь говорит, ты грешил, а я молчал, и ты подумал, что я такой, как и ты. Нет, братья и сестры, грех, который с богениями может быть и давно, а беззнательный грех твой найдет в тебя. Вот мы будем смотреть и думать, у кого трудности очень серьезные, все мечты наши рушатся. Мне пришлось быть недавно в восемь лет. Попросили совершить молитву над двумя санадьями. Мы пришли туда, в этот стол. два сына в очень плохом состоянии. Они и органисты вот так вот неполноценные. А когда уже достигли возраста восемь лет и десять лет, это особенно четко выражается. Очень тяжело. Она солится в хоре. и говорит, говорят родители, помолитесь на наших муж санадьях. Мы говорим, хорошо, вас решено тревожит прошлое пред Богом. Ну что ж, тогда совершим молитву, если у вас все хорошо. Но вас не предупреждаем. Вот сейчас мы призовем благословение Господне, и оно придет на вашу жизнь. Но если мы нечестны пред Богом, то вместо благословения придет профиляция. И это будет достоянием вашей детей. Согласны? Ну что, да. Нет. Только не молитву про вас. Почему? И она признается, говорит, я, десять лет изменяла мужа. И вот только лишь отместный колец превратился. Но муж не знает, я бы даже не уверен, что это дети вот эти два сына. Горький плачет, может быть, я вам скажу, что муж, в густотах об этом, был счастлив. Только лишь потому, что, может быть, и жена обретел спасение. Потому что, может быть сакурсованным. Только лишь сердце может жить Господь. Опять тяжело. Я, говорит, спрашиваю, как же так могло бы получиться? Я ведь считал, что Господь меня уже простит, ведь я же уже благословил Богу в общении. Вот так вот и в прогрессе люди живут. Ну, говорит, тогда, говорит, вижу вот это наказание, которое вот передо мной. Каждый день вижу, вот это нервничество для меня, говорит, тяжело. Больше лет десять лет сопротивлялось. Десять лет мучилось. И, наконец, зачем? Ведь зачем я страдал? Почему я сразу не успевел? Почему я все боялся, что семья, ведь моя, разрушилась? Умоление Господу, когда она поспешила в церковь, мне не пришлось быть в церкви, я поехал дальше в другую церковь. Я был уверен, что ее отлучат. Но, скажу вам, по ее сокрушению духа, церковь сказала, все эти на духе сказали так, она уже наказана, другая битве наказана, а нет, такие уродины. «Смотри, страдай, неси!» И тут благодарит Бога, что Бог открыл тебе глаза. И большего наказания мы тебе не можем дать. Бог тебе дал наказание. И я удивился, что даже не отлучили. Сказали, хоть тебе и хватит. Тебе больше просто не снести. Понимая ее в глубоком степле, вопрос совятости это вопрос серьезный. Вопрос это личное хождение при Господе. Ты можешь так же, чтобы ну, совесть осуждает, не можешь участвовать в предламлении хрена, ты можешь любые предлоги найти для того, чем не прийти на собрание. Там, кто-то заболела там, дочка там, или голова, еще не знает чего, решила навести там вот папу-паму, и не отпустила всю семью свою. Надо сторожем. Нельзя же оставать в дом, любые причины могут найти. Но от Бога-то куда мы идем? Ну, год пройдет, ну, два. Ну, пять. Унезет ли? Жизнь перейдет к тому, чтобы представить Бог. Замысл дьявола один украсть, убить и погубить. Во-первых, украсть. Имел мир, имел себя. Как бы украсть? Дальше убить. Украл дьявол мир. Вот это вот было назовение. Раз ты господа! Все исчезло. А теперь хочешь убить. Не надо каяться. Другие не лучше тебя. Проживешь так. Да Бог тебе и так простит. Впрочем, чтоб только лишь не было покаяния. А как посмотрим муж? Или как посмотрим женат твоя? А дальше среднее. Погубить. Не просто убить. Убить всякое желание покаяния. В конечном итоге все это делается для того, чтобы поглупить. Чтобы не имел никаких припектив на вечную жизнь. У тебя больше нет. И нет другого пути. Или что-нибудь пеплюния. Вот и все закончено. Никаких выходов больше нет. У дьявола одно занятие. Украсть. Убить. Убить. И поглупить. Каково отношение к Богу? Тех, которые обкраданы. Тех, которые убиты. Всякое желание каяния. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Вначале ты приблишься. Почему Бог не имеет права приблизиться? Потому что дьявол завладел тобой, а ты уже его подданный. Но прости только руку свою. Взор поднимай к Богу. Один шаг сделай. Первые шаги сделай робкие, но сделай их и Бог побежит тебе навстречу. У Бога и у дьявола идет борьба за каждую душу братьницу. И эта борьба скоро придет к концу. И каждый из нас является объектом борьбы с Богом и дьяволом. Господь делился в прохладе дня. Адам, где ты? Конечно, было бы намного проще, если бы тот, ображенный, увидевшись в своем унижении, Адам пал бы и сказал бы, он поклонился бы, и даже не пришлось бы Богу задавать, где ты? Он бы поклонился бы, сказал бы, согрешился ли с любовью? Нет. Нет, ничем не отравдываться. И когда возвысил голос свой, и начал разговаривать, второй голос стал разговаривать. Приблизьтесь к Богу и приступитесь к вам. Много причин я вам предложено для оправдания. Лишь бы не взыскать Господа. Это тема для каждого из нас. Вы храм Бога Живого. Насколько мы должны хранить себя вятость. И никаких оправданий не может быть, если вдруг не сохранил вятость. Спрашивайте, а зачем оправдываться? Зачем? Не проще не сказать, Господи, у тебя милость, а у меня стыд. И скажу как благословенный пример это Давид, который уж более пошло, более гнусно, трудно себе представить, кто еще так поступил. Кто поступил бы. Забрать, дерзавил, а мужем его убить. По крайней мере так создал обстановку так улики. Он конечно убил, но все равно он виноват в этом убийстве. Прошло некоторое время, ты дедок живешь, около двух лет прошло. Пророк приходит, так что? Срывает, а ты знаешь, что Бог от тебя сворачивается? Такое наказание? Он говорит, за то, что ты так поступил, меч мой не отойдет от дома твоего вовек. Господи, лучше меня убери, меня и сразу за меня. Но зачем мне видеть, когда потомство моё, что такое вовек вечный отойдет? А это значит так. Все сыновья и дочери, все в руки и правду, во всём потомство, сколько еще будет вечер и лет, будет покараемо Богом из-за меня. Вот за моё посылку. Вы помните, как сказал Давид? Сын мой Эрисалом, сын мой Эрисалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Это твоё много лет назад сделанное. Оно находит тебя вот сейчас. Тебе неприятно, тяжело. Вот это твоё. Но это ещё не закончится. Ты будешь смотреть. Не дай Бог, я кому испытать такого. Вот с какой уверенностью действовал Давид. И всё у него было рассчитано. Бог приходит рассчитывать. Проходят года, а всё равно придётся рассчитывать. А потом мир идёт вот так. Престол мой не отойдёт от дома твоего. Поверь! Всеведневный пост даже псалом составил о своём грехе. Да? Все знают. И хор поёт Давид-то грешил. Вот так мы ещё никого не отлучали, чтобы на обществе мы стараемся членское собрание собрать, чтобы ни одного постороннего не было. А тут все дети читают. Мне даже стараемся, чтобы дети наши даже за Давида не читали. А знают, все читают. Достояние всех! Всего мира! А Бог вот так прощает, что говорит, а престол мой не отойдёт от дома твоего века. Вот какой сокрушительный духа! Какое умиление сердца! Вот какое увлечение к Богу! Престол мой не отдаёт от дома твоего века. Это значит сколько будет потом сотворён? Все будут на притоле, все на самом высоком месте. Все будут главное положение занимать в обществе. Это моё благословение. бог не знает как прощать. Уж так прощает, что и голову даже самого порядочного человека не может вместиться ни в разум, ни в сердце, никак. Так вот, благоугодно было Господу, чтобы так благословился и так простил забитой Господь. Что именно через Версалию сохранилось потомство царское. И даже я вам скажу ещё больше. Сын Божий по плоти пришёлся из Версалии. Воистину непонятно. Я сам этого до конца не могу понять. Да и вы, я знаю, никто. Он любит миловать и не до конца гневиться в миловеке годы. И Бог воззовёт прошедшее. Что прошедшее воззовёт Господь? То, что тебе и мне хочется забыть. Чтоб никто не знал. Чтоб как-то спрятать побольше. Очевидцев уже никаких. А Бог воззовёт, прошедший. Как-то семечко не прятать, объяснён, хоть и снег заносил, и вместе в землю брошенное, хоть и снег заносил, греет, солнышко, и даст, тот плот, который висит. Итак, братья и сёстры, аминь. 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 Гори�. Аминь. 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 Если место Иисусу, чей о крови мыть, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скоро он не будет звать Для Царя Небесной славы Место в сердце приготовь Добавилы Добавилы Субтитры создавал DimaTorzok Добавилы